Так, я буду рассказывать сидя, потому что буду переключать изображение. Несколько вопросов перед началом рассказа. Я знаю, что уже получал отзывы, что кто-то книгу уже читал. Здесь в зале есть из читавших? Нету, да? Хорошо. Так, тогда вопрос следующий. Все знают, что такое Гималайя-Каракорум, то есть водных не надо делать, о том, насколько это большие горы, где они расположены и так далее и тому подобное. Не надо, да? Все, хорошо. Поехали тогда. Перед вами довольно, скажем так, очень и очень неплохое журналистское расследование, которое было проведено двумя авторами по поводу трагедии 2008 года на второй по высоте вершине мира К2. Расследование можно назвать хорошим, потому что в первую очередь авторы были заинтересованы. Один из погибших на горе был их другом, вот, и, так как всегда в таких вот случаях возникают, ну, скажем так, много противоположных точек зрения, потому что у каждого участника таких восхождений, да, есть свое видение случившегося, и они пытались собрать, так сказать, воедино цельную картинку и как-то свести с концы с концами, но до сих пор в этой истории есть не, скажем так, непроясненные обстоятельства, которые уже прояснить никто не может, так как достаточно большое количество участников погибло. Повторюсь, да, интересное расследование, потому что, в принципе, трагедий на больших горах и на малых горах, в общем, довольно много, и они исчисляются, наверное, даже не сотнями, а тысячами, вот, но здесь важен подход к освещению темы, и вот здесь авторам хорошо удалось поработать с материалом, в первую очередь потому, что, ну, так сказать, это одна из немногих книг, которая показывает взгляд на такого рода экспедиции, такого рода мероприятия восхождения не со стороны западного альпиниста или туриста, да, высокогорного, а со стороны носильщиков, то есть это и шерпы, это и хунзакуты, это и представители народности Балтии, вахансы и так далее. То есть для того, чтобы собрать вот такой вот достаточно большой материал, авторы побывали несколько раз в Непале и несколько раз в Пакистане, причем это были не туристические поездки там на одну-две недели, а люди серьезно по несколько месяцев прожили в этих странах, пожили в тех деревнях, где вот живут и жили действующие лица этой истории, и проводилось огромное количество бесед и подзапись, и просто, и вот на основании этих материалов, плюс, естественно, беседы с американскими и европейскими действующими лицами, в общем, все это вместе собиралось в единое целое, вот, но авторы, помимо прочего, дали еще очень неплохой обзор истории восхождения на К-2 и, в принципе, значит, истории региона, Гималайско-Каракорумского региона как такового, и осветили еще не просто, допустим, да, личную жизнь вот этих вот носильщиков, они еще постарались дать и культурно-религиозный срез, и все это, в общем, достаточно сбалансировано. Разумеется, так как это именно журналистское расследование, и писали книгу журналисты, то у нее есть как свои плюсы, как свои минусы у этого жанра, да, вот, но для читателя, наверное, какие-то такие небольшие минусы, они оборачиваются плюсами, потому что есть некоторые вещи, рассчитанные на так называемый вау-эффект, вот, да, то есть когда авторы не касаются истории, непосредственно связанной, да, с героями книги, они, ну, какие-то эпизоды сознательно выпячивают, да, так заостряют на них внимание, ну, это, наверное, интересно, потому что для читателя это будет любопытно. Вот, то есть здесь рассматриваются, например, вот на чем заостряются внимания, да, то есть когда авторы рассказывают об истории К-2, об истории Пакистана, на которой гора находится на границе Пакистана и Китая, они, например, упоминают раздел Пакистана и Индии в 47-м году, когда они рассказывают о том, как к этим высотным вот восхождением подошли несколько непальских насильщиков, они рассказывают о гибели королевской семьи Непала в 2001 году, после которой единственное индуистское королевство в мире постепенно, там, в течение где-то 7 лет превратилось в республику, вот, то есть, и эти события освещаются, может быть, не очень, так сказать, обширно, но зато остро. Я постараюсь провести вас и визуально по пути подхода к горе и немножечко, так сказать, повыше, и по ходу пьесы буду рассказывать, собственно, ну, примерно так же, как вот авторы ввели свое повествование, ну, у них гораздо богаче будет, естественно, чем расскажу я, но, тем не менее, я такую вот конву постараюсь повторить. И здесь вы увидите несколько действующих лиц, вот, главных героев книги, тоже достаточно любопытно, на них можно посмотреть. Итак, перед вами К2, 8 611 или 8 614 метров, по-разному считают кто как. В данном случае мы ее видим со стороны Пакистана, с обратной стороны у нас китайская территория, и восхождение в основном происходит с пакистанской стороны, потому что здесь, скажем так, логистика подхода к горе более простая, чем со стороны Китая. Вот, потому что со стороны Китая это не одна неделя, дорог там не так много, только вот сейчас что-то вроде сделается, и постепенно облегчается путь к горе. Вот, а со стороны Пакистана, если вы захотите подойти к горе, значит, первым делом вам придется прилететь в город, скорее всего, Исламабад, столицу Пакистана, и оттуда по Каракорумскому шоссе, который соединяет Пакистан с Китаем, отправиться к горе. Вот перед вами карта пакистанской части Кашмира, ну, фрагмент ее, скажем так, с интересующими нас местами. Значит, вот здесь вдоль реки Инд идет Каракорумское шоссе, дальше оно уходит в Китай, туда, вот, собственно, провинция Синьцзян написана здесь. Вот, и вы, протрясясь по большому количеству километров этого Каракорумского шоссе по такому вот ответвлению, добираетесь до городка Аскарду, вот, значит, и Аскарду, собственно говоря, является воротами к восьмитысячникам Каракорума. Вот. В Аскарду можно точно так же прилететь на самолете, но там высота примерно 2700, вы уже почувствуете некое такое кислородное голодание небольшое, и лучше всего, конечно, путь проделать по земле, потому что симпатичнее. Хотя, конечно, с воздуха это тоже смотрится очень интересно. Вот. Дальше путь Аскарду, по дороге Аскарду вы добираетесь до деревни Асколе, 3000 метров, здесь дорога заканчивается, и дальше примерно неделя пути, и если вы хотите подойти к горе Ка-2, то есть вы будете идти по леднику Балтера, потом попадете в место слияния ледников, и вот гора Ка-2 у нас на границе с Китаем, подойдете примерно к этому месту через неделю. Можно сделать очень интересный трек по слиянию двух ледников, Геспар и Биафо. Это самые большие ледники, вот эта вот длина вне полярных регионов. Места потрясающе красивые, фотографии здесь будут, тут, к сожалению, не мои, я не добирался до этого места, в Аскарду я был, вот. Но, так сказать, путь получится повторить, да, что называется визуально. Вот примерно так это выглядит с воздуха, когда вы вылетаете или прилетаете в Аскарду, значит, в данном случае я вылетал из Аскарду, и по правой, по левую руку Каракором, по правой то же самое Гималайи. То есть они вот так вот не сильно в данном случае отличаются, но разделителем горных систем этих выступает река Инд, ну вот, которая протекает по пакистанской части Кашмира, и, соответственно, вот такую красоту вы можете увидеть. По мере продвижения, значит, представьте себе ситуацию, да, то есть у вас огромное количество альпинистского снаряжения, у вас огромное количество припасов, запасов и так далее. Вы приезжаете в деревню Асколь, здесь вы сдаете вот все это богатство носильщикам, которые делят его по определенным квотам между собой, по-моему, не более 25 килограмм, согласно профсоюзу. Вот, это вот как раз долина Инда, и чуть-чуть в глубине там находится город Скарду, здесь же находится пустыня Катпана, очень живописная. И вот, попав вот в такой лунный пейзаж, вы оказываетесь между вас справа, пятитысячники и четырехтысячники, в данном случае Гималаев, слева Кракорум. И здесь остается только как бы наслаждаться, да, такими красотами и готовиться к тому, что вы полезете на самую, на вторую по высоте вершину мира. Вот, сам городок Скарду, откуда, собственно говоря, вся эта история начинается, на вершине ближайшей горы видна крепость, вот, на которую в качестве разминки можно сходить. И стоит сразу сказать, что этот регион в свое время был под Тибетом, то есть народность Балтии, которая живет сейчас здесь, она исповедует ислам, но если вы посмотрите их фольклор, это тибетские сказки. Вот, и они, собственно, язык Балтии, он тоже, в общем, насколько я знаю, тибетцы в состоянии понять его, хотя там много заимствований уже из Урду и других языков. Вот, как я говорил, недалеко от города есть пустыня Катпана, вот, с такими вот она видами, и здесь многие альпинисты пока ждут оформления всяких разных документов и разбираются с грузами и прочими-прочими вопросами, можно делать акклиматизационные выходы, чтобы, так сказать, более-менее подготовиться к восхождению. Вот так выглядит аэропорт Скорду в зимнее время, но аэропорт двойного назначения, то есть отсюда именно происходят вылеты пакистанской авиации, которая контролирует пакистанскую часть Кашмира и спорные территории, вот, и тому, кто ухитряется что-то здесь снимать, очень везет, потому что, когда я однажды достал фотоаппарат и попытался снять, ко мне подошел военный и сказал, что лучше этого не делать. Естественно, я фотоаппарат спрятал. Вот, ну, места очень красивые. И такое вот небольшое, да, путешествие вводное сделали, и я иду по конве книжки, начинаю рассказывать про историю того, как была открыта К-2 и кто на нее пытался подняться. История началась в середине 1850-х годов, когда еще, насколько я помню, британская и устынская компания попыталась, вернее, решила начать картографирование Индии, то есть огромной своей колонии, чтобы понимать, сколько земель, сколько народов проживает и так далее, и так далее. И процесс этот был очень сложный, он длился не один десяток лет, хотя изначально планировалось, что он продлится там 2-3 года, но длился он, по-моему, лет 60 или 70, потому что невозможно было с теми скоростями и с тем оборудованием, которое существовало тогда, проводить, например, быстро топографическую съемку. То есть, чтобы вы понимали, сейчас вы берете Теодолит, максимум 2 человека нужны, кто-то что-то замеряет, кто-то записывает показания. В то время Теодолиты весили примерно 400 килограмм. Это были конструкции, огроменные размером выше человеческого роста, и чтобы поднять эту конструкцию на сравнительно небольшую высоту в 4-5 километров, откуда можно, например, было наблюдать в северной части Британской Индии, Гималайи, Каракором. Для этого требовалось 10-12 человек, которые затаскивали не один день это дело наверх. И само измерение было тоже очень трудным, поскольку вот эта жесткая конструкция, когда она стояла, ее нельзя было никак потревожить, иначе просто все измерения шли на смарку. И подполковник Британской армии по картографированию проводили, естественно, военные, потому что там были основные спецы. Уже их результаты, собранные во время этих исследований, потом обрабатывали уже, скажем так, гражданские люди, гражданские ученые, и в числе прочего как раз вот таким образом была вычислена высота Эвереста, высочайшая вершина мира, тоже во время тригонометрического исследования Индии. Но, правда, если вы посмотрите какую-нибудь Википедию, там будет написано, что индийский математик, высчитавший высоту Эвереста, ворвался в кабинет своего британского начальника и закричал, «Сэр, я открыл самую большую гору в мире». Это, естественно, было не так, потому что измерения, я повторюсь, проводились военными, и потом годами эта информация обрабатывалась учеными, и потом еще и перепроверялась неоднократно. И, соответственно, тот же Эверест измерили, скажем так, в одном году, а окончательно результаты были подтверждены там спустя только 5-6 лет. Так что никто никому не врывался. Но вернемся к К2. Значит, британский подполковник Томас Монгомери на ваших экранах, вот, перед глазами, он поднялся с большим количеством носильщиков на пятитысячную гору Харамук, откуда отлично просматривалась часть Гималайского хребта и достаточно большая часть Кракорума. И вот он тогда впервые увидел К2. Значит, соответственно, так как названия местных, местные названия горы не были еще известны, то было известно только было известно название хребта Кракорум и в своих путевых заметках, соответственно, вот он обозначал вершины как Кракорум и по порядковому номеру. Вот. И вот так выглядит тригонометрическое исследование Индии. То есть по трем точкам, когда рисуются треугольники, можно достоверно определить расстояние до объекта и вычислить, например, его высоту, если это говорится о речи о горах. То есть на ваших экранах, вот сейчас на вашем экране перед вами, полуостров Индостан, усеянный вот треугольниками. Я специально сейчас приближаю, чтобы можно было видеть. Значит, вот здесь мы видим Эверест. Можете посмотреть, да, с каких станций вот прочерчивались треугольники для определения его координаты высоты. Вот. То есть Эверест наблюдал с территории Индии, потому что Непал не пускал к себе посторонних. И, соответственно, такая же история была с Тибетом. И поэтому ближайшие точки, которые вот позволяли определять, ну, треугольники, да, стороны треугольников, они находились примерно там в 100-120 километрах вот непосредственно горы. Вот. Ка-2 здесь не видно, потому что она немножечко у нас за границей. Она примерно вот здесь вот находится. Вот. Ну, например, виден 7-тысячный крокопоши. Недалеко от Ка-2 он находится, примерно километров в 50, наверное. Ну, в общем, вот таким вот ежиком, да, покрывали всю страну, и делалось это десятилетиями. Вот. И когда, повторюсь, товарищ Монгомери забрался-таки вот на этот 5000-й холм, то он сделал вот такой рисунок. Это воспроизведено с оригинального рисунка. Вы видите здесь Ка-1, Ка-2. Ка-1 — это Мушербрум, его настоящее название. И вот Ка-2 немножечко сзади была зарисована товарищем Монгомери. И вот впервые в 1856 году она попала, так сказать, в научный оборот. Вот. Естественно, сам он не поднимался на эти горы ни в коем случае, потому что у него были немножко другие задачи. Вот. Это трехмерное изображение интересующего нас региона. Значит, внизу ледник Балтера, по которому вы вот так примерно из деревни Асколи идете, 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 идете. Вот. И чтобы подняться на Ка-2, вам надо повернуть налево, как говорится. Вот. Ну и, соответственно, остальные три восьмитысячника, находящиеся в этом регионе, так называемые низкие восьмитысячники, Броудпик и два Гошербрума, они тоже находятся недалеко от Ка-2. А первые, значит, попытки восхождения на гору. Вот перед вами в не очень презентабельном состоянии находится человек по имени Алистер Кроуля. Вот. Его объявляли величайшим злодеем, мистиком и так далее. 19-го, начало 20-го века. Вот. Здесь он находится так немножечко в схуднувшем, потому что его экспедиция в 1902-м году провела в этом регионе на высоте более 5 километров в порядка двух месяцев. То есть это чисто физически вредно для человеческого организма, но тем не менее товарищ Кроуля пытался подняться вместе с своими товарищами на Ка-2, но выше примерно 6,5 километров это сделать не удалось. И они лазили, скажем так, еще в окрестностях, занимались какими-то спиритическими вещами. В частности, вот товарищ Кроуля употреблял и некоторые вещества, и были серьезные скандалы, связанные с этой экспедицией, когда он и выгонял кого-то из нее, и пытался драться там, и прочее, прочее, прочее. Совершенно скандальная история была. Но историю эту можно почитать, есть соответствующая литература, много литературы посвящено именно Алистеру Кроуле. А через 7 лет к горе пришел аристократ, итальянский аристократ Луиджи Амадео, и там примерно еще 10 слов, титулов его после запятой, как говорится. Значит, итальянский герцог, именем которого названо ребро на АК-2, ребро или гребень Абруци, или Абруцкого, по которому сейчас идет классический путь к вершине. Но так как герцог у нас был аристократом, то он, в общем, и к горе шел, имея в багаже у него были и кровати, и спальные мешки там отделаны различными мехами и прочее, и прочее. И, естественно, по пути, пока он шел через различные туземные княжества, он участвовал в разных празднествах, посещал какие-то матчи, еще что-то. В общем, у него была такая веселая прогулка. Естественно, экспедиция его не смогла подняться тоже выше там 6200 на гору. Но герцог, так как не отказывал себе ни в чем, он взял с собой очень хорошего фотографа итальянского Виторио Селло. Это вот как раз он на изображении, на фотографии. И благодаря Виторио Селло, в общем, и мы получили возможность впервые увидеть К-2 и вообще вот этот регион, снятый на профессиональную, на огромную, здоровую, тяжелую камеру, то есть тогда других не было, он профессиональный фотограф и привез с собой профессиональное оборудование. И фотографии его, сделанные Виторио Селло вот этого региона, потом позволили ученым смотреть, как менялось, допустим, оледенение, как менялись ледники, да, вот с того времени до всего времени. Вот, собственно говоря, К-2, ледник перед ней, да, сфотографированный на большую и очень тяжелую камеру. Экспедиция герцога тоже в этом регионе провела там не меньше месяца или полутора, и так как носильщиков было много, то, соответственно, отказывать себе в удовольствии сфотографировать вот такие вот красоты Виторио Селло, в общем, не отказывал, но, помимо прочего, ему приходилось сфотографировать и герцога, который тоже любил позировать вот на фоне вот этого всего. Вот, но здесь вот с левой стороны угадывается, да, башня Транга, вроде как, если мне не изменяет, Семитысячник. Но в целом, если вы не альпинисты, то я очень рекомендую посетить регион, потому что, ну, скажем так, я думаю, если кому-то из вас доводилось быть в даже не очень крупных горах, например, да, вы берете Кавказ, вы берете, не знаю, Тянь-Шань, вы берете Гималайя, и эти горы абсолютно разные. То есть разные и в силу чисто геологического строения, разные и в силу культурных вещей, просто народы, которые населяют эти регионы, они абсолютно разные. И вот те же самые Гималайи, например, в Непале, западный Непал разительно отличается от восточного. Точно так же абсолютно отличаются горы Гималаев и Каракорума вот в Пакистане. Они, хотя по расстоянию, здесь будет фотография, где вот от гор Гималаев, видеть и горы Каракорума, и расстояние там небольшое, но они абсолютно разные. И такие вещи стоит испытать. Это очень интересный опыт. Я не говорю обязательно лезть на 8 тысяч, ни в коем разе. Достаточно там на 5 тысяч, на 4 походить, этого будет вполне себе достаточно. Вот. Ну и, соответственно, вот сейчас ученые, когда проверяют, что у нас происходит с ледниками, например, Каракорума, они берут фотографии Виктория Сала, делают фотографии свои, примерно с этих же точек и сравнивают то, что было тогда, то, что есть сейчас. Вот. Это один из низких 8-тысячников, Броуд Пик, на ваших глазах. Вот. И первая серьезная попытка восхождения на гору была предпринята вот с этим человеком. Это Фридс Виснер. Это американец немецкого происхождения. Виснер эмигрировал в США в 29-м году, когда стало понятно, что постепенно в Германии начинается история реваншизма, да, и спустя там несколько лет уже к власти пришел Гитлер. Виснер не хотел иметь с этим, насколько мне известно, никакого дела. И в американском альпинизме он известен рядом сложнейших маршрутов, прохождении скальных маршрутов в американских горах, в том числе Башни Дьявола, например. Вот. Но Виснер, соответственно, много лазил и в Европе. Вот. И потом уже после войны он возвращался в Европу, прокладывал новые маршруты. Но вот в 30-ти дай бог памяти в 2008 году он решил подняться на К2 и для этой цели, значит, искал в том числе спонсоров и ухитрился пригласить в экспедицию американского миллионера Дадли Вульфа. Ну, Вулфа, да. Ну, как-то Вульф у нас больше прижился. Но для Вульфа эта история кончилась плохо, потому что на горе он погиб. Вот. А Виснеру потом предъявили очень большие претензии американские власти, но не в силу того, что он что-то сделал неправильно, а в силу того, что он немец. Вот. Потому что как раз началась уже война, и его лишили многих регалий, наград американского альпинистского клуба. Он долгое время был в забвении, правда, лет через 30 они опомнились и вернули ему все эти регалии назад и надавали еще больше, потому что все-таки человек он был совершенно уникальный. Вот. И опять это он же на ваших экранах. И эта экспедиция была скандальной, потому что в критический момент, когда оставалось недалеко до вершины, Виснер поднимался с очень интересным, скажем так, шерпом. Шерпа, народность, живущая сейчас в Непале. Шерпа звали Пасанг Дава-Лама. Если кто-то интересуется историей гималайского альпинизма, то, может быть, читал книгу австрийского восходителя Герберта Тихи «Чо-ойю, милость богов», «Чо-ойю, восьмитысячник в Непале», на который Герберт Тихи совершил восхождение в 1954 году именно в компании Пасанга Дава-Лама. Вот. Так вот, Пасанга Дава-Лама один из наиболее известных шерпов на, так сказать, на одном уровне стоит с первовосходительной вере с Тенцингом Наргеем, и у них даже есть общая какая-то такая жизненная канва, потому что Тенцинг изначально был отдан в монастырь в буддийский и должен был стать ламой, но, в общем, не понравилось ему монастыре, его избил однажды настоятель монастыря Палка, и Тенцинг ушел. И такая же история была с Пасангом Давы-Ламой. Вот. У них как-то такая вот... И оба они стали альпинистами, причем альпинистами великими. Но вот в 38-м году примерно в 250 метрах от вершины Ка-2 Пасанг Давы-Ламы с Фрицем Виснером они поднимались, и в книге написано, что, значит, Пасанг по религиозным причинам решил повернуть назад, и на самом деле они поднимались в ночь, и тогда еще не существовало такого понятия, как налобные фонари. И, в общем, на самом деле Пасанг, по сути, спас им жизни, скорее всего, потому что они вряд ли спустились бы живыми. Вот. Но Виснер по этому поводу очень сильно переживал, а второй попытки подняться у них уже не было, потому что на спуске у Пасанга потерялись кошки. Вот. И совершать восхождение в этих условиях это было уже чистое самоубийство. Ну вот. Но на этом история не кончилась. Когда стало понятно, что восхождение не удастся, они начали спускаться. На горе было несколько лагерей, да, цепочка лагерей разбита. Они спустились в нижний лагерь и не увидели там ничего и никого, кроме несчастного миллионера Дадли Вульфа, который там уже неделю несчастный валялся, не мог встать, ходил под себя и не было ни продуктов, ни спальников, ничего. В общем, он фактически умирал. И было непонятно, что случилось, потому что во все лагеря изначально заносились и продукты, и одежда, и спальные мешки. Вот. И кое-как вдвоем они с Пасангом взяли вот этого несчастного миллионера, поволокли вниз, доволокли до следующего лагеря, и он тоже был полностью разорен. Вот. И по сути, получалось, что какой-то саботаж случился, и им пришлось оставить этого человека несчастного в этом лагере, спускаться самим, с огромными лишениями, они спустились вниз и выяснили, что их посчитали умершими на горе, потому что они задержались там на день или два, и просто, так сказать, эти лагеря все были сняты. И Виснер отправил группу шерпов, чтобы они смогли вытащить Дадли Вульфа, миллионера этого несчастного, но они не его не спустили, сами не вернулись, видимо, попали под лавину. Вот. Это тогда, собственно говоря, вот в 38-м году гора получила первые свои несколько жертв. И когда Виснер спустился, да, вот, я повторюсь, ему в Америке предъявили очень много обвинений, потому что посчитали, что именно он, так сказать, был виноват в случившемся, но это далеко не так. Вот. А на этой фотографии я просто специально включил сюда несколько снимков. Это вот как раз слева Пасанг-Дава-Лама на ваших экранах. Здесь он сидит в обнимку с Гербертом Тихий и Зеппом Йохлером малой группы. Они в 1954 году поднялись на 8000-ник Чоу и 8201 метр в Непале. Вот. Тихий обморозил сильно руки. Вот здесь как раз видно, он в рукавицах сидит, хотя уже достаточно теплая погода. Вот. И Пасанг впоследствии участвовал еще в нескольких экспедициях. Например, он был сердаром, то есть начальником насильщиков в 1956 году в экспедиции швейцарцев. Первая экспедиция, успешно поднявшаяся на 8000-николхотзе, сосед Эвереста. И второе, по-моему, успешное восхождение на Эвереста они совершили. Здесь на фото перед вами, опять же, слева Герберт Тихий, справа Пасанг дава Ламов в традиционной тибетской одежде. И история продолжается. Значит, у нас Алистер Кроули в 1902 году это была, во-первых, американская экспедиция, в 1938 году это тоже была американская экспедиция, и в 1953 году, как раз, когда Эдмунд Хиллари и Тенсинк Наргей совершили первое успешное восхождение на Эверест, американцы пытались подняться на К2 в очередной раз и в очередной раз потерпели неудачу и погиб один из восходителей. У него начался тромбофлебит на большой высоте. Товарищи поняли, что, значит, ну, ситуация угрожала жизни, они стали его спускать и до сих пор тоже неизвестно, что случилось на горе в тот момент. В общем, спустить не смогли, он умер, спустили уже потом его тело, и вот сложенный из камней Чортен, да, в 1953 году сейчас известен под названием «Мемориал Гилки», да, это вот фамилия погибшего этого альпиниста, и этот мемориал, он является, ну, стал с тех пор мемориалом для всех, кто погиб на К2, потому что на Эвересте из-за того, что огромное количество экспедиций туда восходит, коммерческих, на Эвересте есть, ну, скажем, в Непале, скажем так, есть команды, которые, если кто-то погиб на горе, и родственники хотят спустить тело, они платят этим командам, эти команды спускают тело. Вот, это стоит очень много, потому что, чтобы спустить просто тело человека, нужно как минимум пять-шесть альпинистов, но, тем не менее, такие операции проводятся, на К2 таких операций нет, потому что, во-первых, это далеко, во-вторых, дорого, и когда кто-то погибает на горе, допустим, проваливается в трещину, и спустя много-много лет гора, так сказать, отдает то, что осталось от человека, фрагментами, да, то вот эти фрагменты находят, сносят сюда, к мемориалу Гилки, как раз авторы очень хорошо описывают эту историю с точки зрения шерпов, которые не понимают такого способа захоронения, и считают, что душа человека не освободилась, поэтому не стоит такими вещами заниматься, но вот получилось так, что мемориал Гилки, он стал теперь всеобщим, да, для тех, кто погиб на горе, вот, и, соответственно, первое успешное восхождение на гору, не без страшного и дикого скандала, правда, случилось годом позже, в 54-м году, итальянская команда под руководством Ордита Дезио, совершила успешное восхождение, книга об этом издавалась в Советском Союзе на русском языке, можете ее найти, почитать, она тоже очень интересная, точно так же, как издавалась вот книга про Чоою, милость богов в советское время, она тоже в открытом доступе есть в интернете, можно ее почитать, вот, на ваших экранах два восходителя, кто поднялся на К2, это слева Акилия Компаньоне и Лина Лачеделли. Вот, скандал случился очень неприятный, потому что, значит, когда эта вот штурмовая двойка уже поставила палатку, чтобы переночевать и на следующий день отправиться на вершину, значит, для нее специально два человека подняли кислород, они восходили с кислородом, подняли баллоны с кислородом, тяжелые еще в то время, и изначально планировали, что на вершину, в общем-то, скорее всего, пойдут четыре человека, то есть, те, кто принесли кислород и вот штурмовая двойка. Но Акилия Компаньоне, вот, товарищ слева, он не хотел делить лавры с теми, кто приносил кислород, потому что одним из этих людей был замечательный восходитель Вальтер Банатти, человек, который потом получил золотой рядорог за достижение в альпинизме, Банатти был гораздо моложе, здоровее, и, скорее всего, он бы первым зашел на вершину, чего Компаньоне не хотел, и он переставил палатку из условленного места в другое. И поэтому, когда товарищ Банатти и пакистанский носильщик поднялись в условленное место с этими баллонами, они палатку не нашли. Уже был вечер, они пытались палатку как-то разыскать, кричали, но эта история, кстати, тоже очень хорошо описана в книге. Вот, но только где-то там через час сверху послышался голос «Ребята, оставьте кислород и спускайтесь». Вот, они так и решили сделать, но спуститься не смогли, потому что у пакистанского носильщика уже к тому моменту замерзли ноги, он не мог спускаться, и эта двойка пережила холодную ночевку на высоте примерно 8400 метров, первые в истории вот на такой высоте. Вот, ушли они только на следующее утро. Эти два товарища спустились на 100 метров, забрали кислород, успешно взошли на вершину и, так сказать, спустились. Вот, скандал был замят в самом начале, потому что это был 54-й год, и экспедиция на К-2 итальянская рассматривалась итальянцами как своего рода некое возрождение нации, да, потому что Италия очень сильно переживала после Второй мировой войны, потому что фашизм, Муссолини, все дела. Вот, и вот этот символ, как восхождение на вторую по высоте вершину мира, рассматривался именно как символ вот такого возрождения нации. И никаких дрязг, так сказать, вовне не было выпущено, то есть, единым фронтом команда выступала, их встречали как героев, вот, увековечили там их и в марках, и во всем остальном, но, значит, вот, впоследствии, через годы эта история всплыла, о переставленной палатке. Значит, пакистанский носильщик провел 8 месяцев в больнице, им ампутировали все пальцы на ногах, вот, после этого он пришел в свою деревню в Хунзи и спрятал ледоруб в сарай со словами, что он не может больше видеть вообще эту историю, не хочет в этом никак участвовать. Акили Компаньо написал письма этому человеку, но он ни одно из них так и не распечатал. Вот, и когда уже Компаньоне умер, история всплыла, так сказать, окончательно, были расставлены все точки на, и выяснилось, что вот он палатку переставил с корыстными интересами, и с тех пор несчастного Компаньоне считают иудой от альпинизма. Вот, ну, такая вот история. Вот, и что приводит нас потихонечку уже в современность к истории, да, описанной вот в книге «Смертельный спуск». Вот так выглядят горы Каракорума, когда вы видите их от Гималаев. То есть, в данном случае за спиной у нас восьмитысячник Нанга Парбат, гималайский восьмитысячник, день пути примерно до него. Вот, и горы Каракорума видны в непосредственной близости. Я перескочу сразу через там несколько лет, да, значит, в Каракоруме, как правило, в принципе, меньше экспедиций, чем в Гималаях, ввиду, во-первых, удаленности, во-вторых, ну, Пакистан, если вы посмотрите новости, да, это страшная страна, там, талибы, там, и убийства, и прочее, прочее, прочее. В общем, на самом деле, не все так печально, как может показаться, вот, то есть, даже когда в 11-м году в Абат-Абаде, в пакистанском городе был убит бен Ладен, получилось так, что через две недели после этого убийства я через этот город проезжал, и, в общем, ну, если не лезть в тот район, где произошло убийство, то ничего, в общем, с вами не будет, и со мной не было. Вот, страна крайне интересная, со всех точек зрения, причем не только горная часть, но и, так скажем, и центральная часть, и южная часть, я горячо рекомендую ее посетить, если есть интерес, там, на любой вкус, что называется, можно найти интересные вещи, но, значит, в 2001 году, когда произошли теракты 11 сентября, да, и вся эта история с Афганистанами, бен Ладенами, бен Ладенами, да, она вылезла в СМИ, в общем, в Пакистане резко упало, в Пакистане резко упало количество туристов, и альпинистов в том числе, и тогда постепенно, значит, ну, правда, эта история началась немного раньше, пакистанское правительство стало демпинговать, то есть снижать цены на восхождение, даже сейчас, например, если вы хотите подняться в Непале на гору в 6 километров, или чуть выше хотя бы, вам уже надо будет покупать специальное разрешение на восхождение, вот, в Пакистане бесплатно можно подниматься, по крайней мере, вот до последнего времени, насколько я знаю, на горы до 6,5 километров, вот, и, в принципе, пакистанские 7-8 тысячники, они дешевле, чем восхождение на гималайские вершины, например, в Непале, или со стороны Тибета, на тот же Эверест, вот, и, в общем, пакистанское правительство решило немножечко, я говорю, подемпинговать, опустили еще цены, и стали даже продавать какие-то пакетные туры, то есть, грубо говоря, если там у вас определенное количество восходителей на гору, есть, то, соответственно, идет скидка, и так далее, и тому подобное, и где-то в конце 80-х годов впервые пакистанское правительство стало разрешать работать на горе сразу нескольким экспедициям, и постепенно вот на горах Каракорума началась тоже некая толчая, вот, и как раз в 2008 году, когда вот случилась эта трагедия, был очередной демпинг, вот, и восходители, так сказать, ринулись на гору, и здесь стоит заметить такую вещь, да, что авторы, кстати, очень хорошо это описывают, что если на Эвересте погода предсказуема, то есть, он находится достаточно близко от Бенгальского залива, где формируются летние муссоны, да, и эти муссоны, так сказать, влияют на погоду в основном с южной стороны Гималаев, то есть, вся эта влага, она выпадает в виде дождей, именно с южной стороны Гималаев, и достаточно редко прорывается на север, и вот то, что называется воздушные струнные течения, на Эвересте предсказуемо, как правило, в мае месяце наступает некая пауза, когда эти воздушные струнные течения уходят, и на Эвересте устанавливается более-менее стабильная погода, там, неделя-две, и в эти вот погодные окна восходители отправляются на вершину, вот, но Ка-2 это самый северный восьмитысячник планеты, вот, она находится очень далеко от каких бы то ни было заливов, и предсказать погоду на ней крайне сложно, и практически невозможно, несмотря на то, что метеорологи, да, которые занимаются прогнозами именно для альпинистов, есть специальные конторы, которые этим занимаются, то есть у них настолько точные прогнозы, что они могут давать, условно говоря, на определенное время, суток, прогноз для определенной высоты, условно говоря, вот на 8 тысячах с половиной будет такая-то погода, на 8 тысячах с 600 метров будет другая погода, и эти вот погодные такие срезы, они могут выдавать, и стоит это дорого, это на нескольких сотен долларов в сутки платится метеорологам, которые сидят перед своими вот большими, огромными экранами с погодными моделями, получают они данные со спутников, обрабатывают их, вот, но на Ка-2 даже, вот, несмотря на все современные технологии, предсказать окно хорошей погоды практически невозможно, то есть это чаще всего дело случая, вот, и как раз в 2008 году много человек, порядка 30 или 40 человек оказались в базовом лагере и собирались идти на вершину примерно по одному маршруту, вот, и когда они день за днем в течение, по-моему, трех недель ждали хорошую погоду, и потом внезапно выяснилось, что погодное окно таки будет, вот, и продлится оно совсем недолго, то здесь уже появилось первое тонкое место, да, то есть огромное количество людей устремились на гору примерно по одному маршруту, и могли возникнуть непредвиденные обстоятельства, они и возникли, собственно говоря, вот, возвращаемся немножечко, да, к путешествию, вот, вы дошли до деревни Асколи, доехали, точнее, сгрузили все свои грузы, и еду, и одежду, и альпинистское снаряжение, и вот как раз это фотография одной из экспедиций в 70-1970-х годов, пакистанские носильщики распределяют эти грузы между собой, они нумерованные, вот, и они отправляются в недельный поход к горе, очень хорошо авторы как раз описывают о том, насколько, во-первых, а, это тяжелая работа, б, насколько зависят от этой работы местные носильщики, то есть сделать три ходки к горе, да, вот этих недельных, перенося грузы, местные носильщики пакистанские могут заработать для своей семьи на год существования, вот, значит, и причем описывается как раз, что выгодно, например, нести палатки, да, например, палатку столовой, потому что она нужна каждый день, потому что палатка разбивается, в ней едят, вот, плохо нести, например, какой-нибудь рис, потому что он закончится, и с полудороги носильщика могут отправить назад, он не заработает своих денег, вот, то есть, как говорится, кому повезет, плюс к этому движение, сам поход к горе, он идет далеко не по ровной местности, и каждый год гибнет какое-то количество носильщиков, проваливается в трещину или получает травмы, экспедиции обязаны страховать их всех, но далеко не всех страхуют, вот, и страховки там небольшие, на самом деле, выплачиваются, вот, как раз вы видите, так сказать, цепочка носильщиков, идет по тропе, ну, тропа не везде хорошая, вот, все эти реалии, все эти печали, они описаны в книге очень хорошо. Я подобрал несколько фотографий, собственно говоря, именно вот, пейзажей, да, почему стоит отправиться туда, я говорю, не на гору, то есть, не нужно быть альпинистом, чтобы попасть в эти места, но минимум три недели, если вы хотите вот попасть вот в такие вот районы, походить, да, здесь, то есть, вы нанимаете носильщиков, вы нанимаете обязательно гида, который знает, где идти, если вы не являетесь альпинистом, потому что провалиться в трещину, это, конечно, не очень приятно, вот, потому что никакая страховая вас оттуда не достанет, вот, но увидеть вот это, да, оно все-таки того стоит, здесь сборная солянка из походов по ледникам Биафо, Хиспар, и ледник, который ведет к Ка-2, вот, то есть, пейзажи, соответственно, и обстановка у вас меняется каждый час в зависимости от погоды, в зависимости от освещения, да, там, времени суток, в зависимости от высоты и ряда других факторов, красота это совершенно безумная, вот, ну, вот, как раз мы подходим к горе, и вот со склонов одного из каких-то окрестных, там, шести или семитысячников, можно увидеть, да, вот, Ка-2 в левом углу у нас торчит, Броуд-пик посередине, Броуд широкий, да, он действительно такой широкий, широкая гора, вершина у нее неявная, выглядит как такой какой-то сглаженный резец, и гошерброма-1, гошерброма-2 здесь не видно, но тем не менее, вот, и тут фотографии говорят, да, сами за себя, но рассчитывайте из трех-четырех недель, то есть, за две недели вы мало что увидите, и это будет голопом по Европам, то есть, в таких местах надо ходить спокойно, размеренно, ну, вот, трещины, которые встречаются по пути, да, я когда бродил по, в районе Нангапарват, восьмитысячника, пакистанского, проводник, тогда четко сказал, так, ребята, вот мы сейчас идем по тропе по леднику, идем за мной след в след, вот, и, соответственно, я, естественно, задал вопрос, а что будет, если отойти в сторону, он говорит, ну, вот смотри, кто-то отходит в сторону, и проваливается по пояс сразу, то есть, неглубокая трещина, вот, а так можно и с концами провалиться. На ледниках, соответственно, ледники движутся, но здесь не очень большими скоростями, но подводные реки, подводные озера, надводные, то есть, это удовольствие все испытывают все те, кто идет вот к горам Харакорума или по горам Харакорума. Я возвращаюсь к теме книги, значит, примерно половина книги, это, так сказать, пути, жизненные пути и географические пути подхода в горе разных героев, в основном, в данном случае, это Шерпы, это Хунзакуты, это Балтия, вот, со всеми их бедами и горестями, ну, то есть, вот, один из главных действующих героев по имени Чиринг, Шерпа, он мечтал подняться на Ка-2, потому что на Эвересте он побывал уже на вершине там 10 с лишним раз, и для них это, для Шерпов, которые занимаются прокладкой маршрута на гору, это, в общем-то, рутина, потому что, когда богатые туристы хотят зайти на гору, они это делают по заранее провешенным перилам, причем фактически от базового лагеря до вершины, Шерпы за ним несут кислород, они за ним несут еду, снаряжение, они следят, чтобы он там где-то, боже мой, не сорвался, не упал, не заболел, ничего, в общем, фактически, это такой полный пансион, ну, я не очень понимаю, если честно, как бы интересы всего этого, потому что, когда ты поднимаешься на гору, это интересно сделать самостоятельно, да, вот, ну, в крайнем случае, можно взять проводника, который знает, как туда подняться, но чтобы не тебя туда заносили, потому что, ну, в конце концов, в 2006 году на вершине Эвереста дважды приземлялся вертолет Еврокоптер, экспериментальный, французский, это, как бы, сделать возможно, ну, залетите на вершину Эвереста, это будет стоить дешевле, да, например, сейчас восхождение стоит порядка 60-70 тысяч долларов, вместе со всем, так сказать, пакетом услуг, ну, вылет вертолета в Непале стоит порядка 5 тысяч долларов, ну, хорошо, на вершине Эвереста, ну, пусть 10 будет, ну, дешевле, вот, с кислородной маской вы постоите там 30 секунд, ножкой, и, в общем, у вас будет счастье, я побывал на вершине Эвереста, да, вот, ну, я повторюсь, я не очень понимаю эту историю, гораздо интереснее, когда человек сам, прикладывая усилия, понимая, что он делает и как он делает, поднимается по определенному маршруту, он его сам вырабатывал, разрабатывал, и, ну, это достойно, вот, а когда это превращается в аттракцион такой, то, немного скучно, ну, вот, и, собственно говоря, шерпы, которые поднимают туристов на большие горы, сами они подвергаются гораздо большему риску, просто хотя бы потому, что они за время восхождения, восхождения клиента, сами на гору восходят дважды, первое, когда они провешивают перила до самого верха, оборудуют лагеря, вот, а второй раз, когда они спускаются, берут клиентов, и уже с ними идут на вершину, то есть у них за одно восхождение получается две вершины фактически, вот, и вот такая вот панорама, я сейчас ее увеличу, это панорама 360 градусов, вот у нас К2, значит, ледник Годвин-Остен, это как раз по несколько регалий вот этого итальянского герцога, в том числе, Годвин-Остен он назывался, вот, и вот 360-градусная панорама, с видом К2 и рядом других гор Каракорума от там пяти до, соответственно, восьми километров, ну, вот так вот это выглядит, то есть после высоты примерно 3,5-4 километра наступает у нас зона альпийских лугов, а то, что выше, это уже мхи, лишайники, и в крайнем случае какие-то карликовые кустарники, абсолютно марсианский пейзаж, вот, то есть, ну, это вы можете испытать и, допустим, на Памире, и на Тяньшане, там такая же история, но, опять же, повторюсь, горы, это совершенно другие по ощущениям, и, так же, как вот история подходит к непосредственно самой вот этой трагедии, мы сейчас тоже начнем говорить с вами о непосредственно восхождении на гору, есть какие-то вопросы пока? это что ж такое-то? у матросов нет вопросов, значит, вот так выглядит Ка-2 с китайской стороны, значит, с этой стороны крайне редко совершаются восхождения, как я уже говорил, в силу просто банально сложной логистики подхода в горе, который здесь будет длиться не одну неделю, вот, и есть очень небольшое число альпинистов, которые либо восходили, либо предпринимали попытки восхождения как с пакистанской стороны, так и с китайской, по-моему, я не знаю, это всего 5 или 6 человек, альпинисты достаточно известные, можно, если кому-то интересно, навести справки, вот, и здесь мы непосредственно переходим к истории, истории вот этой вот трагедии, значит, вот половина книги жизненными и физическими путями, мы глазами героев добираемся до горы, а я повторюсь, допустим, вот тот самый Шерпыч Херинг, да, одно из главных действующих лиц, который совершил совершенно фантастический, ну, подвиг, наверное, по-другому не скажешь, он в одном из наиболее опасных участков этой горы смог спустить своего коллегу, у которого не было ледоруба, ни ледоруба, ни веревки, то есть он рискует своей жизнью, спускал человека ночью, под постоянной угрозой обвала ледовых сираков, сверху, которые просто смели бы их со склона, вот, и, собственно говоря, так как для Шерпов, которые оборудуют Эверест для восхождения туристов, он не считается серьезной горой, то вот другие Шерпы ему говорили, ну, что ты вот все ходишь, ну, 10 раз ты побывал на вершине Эвереста, но Эвереста это же не то, вот, если бы на К2 поднялся и без кислорода, да, это дело другое, и вот он решил отправиться на К2, значит, несмотря на то, что восхождение стоило столько, сколько его отец не заработал за 40 лет, вот, то есть люди, которые живут в Гималаях и в Каракураме, живут бедно, достаточно бедно, для них вот заработок среднестатистического насильщика и тогда, и даже сейчас позволяет действительно существовать и им, и их семьям довольно долго, вот, значит, ну, так как книгу, насколько я понял, еще не читали все, я не буду здесь выделять кого-то из этих людей, но 11 человек из них с горы не спустились. Это как раз схема, схема горы и схема трагедии, на ней развернувшись, за исключением гибели двух человек, которые здесь на этой схеме не представлены, в основном все смерти произошли в так называемом бутылочном горлышке. Это узкое место на восхождении, на высоте примерно 8300-8400 метров. Значит, опасность заключается в том, что, собственно, как название говорит, да, бутылочное горлышко, узкий проход, отвесный, то есть местами там крутизна склона 70-80 градусов, сверху нависает огромная ледниковая шапка высотой в десятки этажей, от которой в произвольной форме, в произвольное время откалываются куски льда и просто летят вниз. И, по сути, прохождение вот этого участка, оно является лотереей. То есть, если вы берете русскую рулетку, да, у нас сколько там, шести или семизарядные револьверы, да, то шансы один из шести или один из семи. А здесь, наверное, я предполагаю, так можно взять револьвер 20-зарядный и зарядить туда 19 патронов. Вот. И только один где-то сам. А в остальном, в общем, шансов очень мало. Поэтому все альпинисты, которые поднимаются на гору вот по этому маршруту, они стремятся пройти этот участок как можно быстрее и вверх, и вниз. Вот. Первым, естественно, рискуют очень сильно высотные носильщики, которые обрабатывают маршрут, то есть, провешивают перила, по которым потом пойдут туристы, альпинисты. Вот. Но в данном случае, мы бы говорили о том, что погодное окно предсказать на АК-2 очень сложно. Это первый фактор. Второй фактор, то, что именно в этом месте случилась провка, у альпинистов, они были вынуждены провести не один час в этом месте. И первые две гибели случились на подъеме именно в этом месте. так как случился затык, случилась пробка, альпинисты выбились из графика, то есть им было четко сказано, что возврат с вершины, то есть, условно говоря, даже не с вершины. Три часа дня надо поворачивать назад, иначе затемно в лагерь не спуститься. Практически все те, кто, во-первых, имел большое эго или не имел достаточно большого опыта, чтобы понять опасность и не повернул назад, они оказались в ситуации, когда они оставались на высоте выше 8,5 километров уже в темное время суток, не имея ни палаток, ничего, и то, что существует такое понятие, да, как русская рулетка, в вечернее время откололось несколько сераков, которые обрезали перила в этом самом тонком месте. И люди не могли уже спуститься, и, соответственно, кто-то из них пережил холодную ночевку выше 8 километров, кто-то ее не пережил, кто-то, спускаясь на следующее утро, сбился с пути и получил очень серьезные травмы, кто-то попал под лавины, и, в общем, в течение, скажем так, вечера 1 августа и утра 2 августа на горе погибло 11 человек. Вот. Тонких мест было несколько, я сейчас о них расскажу. Вот. Значит, одной из тонких мест был вот этот человек. По несчастью, значит, это был глава высотных носильщиков, то есть тех, кто прокладывает, провешивает перила, обрабатывает маршрут. Вот. Шахин Бек, вот, очень хороший альпинист, все, так сказать, кто его знал и знает, они его называли великолепным и высотным носильщиком, профессионалом своего дела. Он был главным связующим звеном. Это вот еще одно тонкое место. Значит, команды, которые занимались провешиванием перил, состояли из разных народностей. Это были ваханцы, это были балти, это были хунзакуты, это были шемшальцы, это были шерпы. Причем шерпы, у них есть несколько диалектов, которые отличаются на 30-35% друг от друга, то есть достаточно для того, чтобы возникало непонимание. Вот. И, значит, этот человек знал вот эти пакистанские наречия, то есть это язык вакхи, язык балти, язык барушаски, язык урду, общий для всех пакистанцев, и мог переводить, если надо было коммуницировать, это все на английский язык, который понимали не пальцы, которые сами разговаривали на нескольких языках и на речиях. И получилось так, что когда этот человек добрался до, по-моему, второго лагеря, значит, он подхватил какую-то желудочную болезнь. Вот. Ну, а проблема здесь основная в том, что вы сидите в палатке на большой высоте, по большой малой нужде вы далеко не отходите, вы отходите вот здесь рядышком, потому что холодно и так далее. А достаточно одной небольшой частицы фекалий попасть в воду, которую вы набираете из снега, чтобы вскипятить и сделать чай, в общем, будет проблема. С ним случилась эта проблема, он сразу ее не распознал, он получил тяжелое кишечное отравление, вот. Вовремя не спустился, у него началось обезвоживание, и только благодаря повару одной из пакистанских команд, пакистанцу, который понял, что по рации, когда он связался с базовым лагерем, он сказал, что у него начались серьезные проблемы, значит, он был вынужден остаться во втором лагере, когда все ушли наверх, и этот повар поднялся на достаточно большую высоту и смог его спустить оттуда, там, порядка 15 или скольких-то часов без сна, без всего, в общем, волок его на себе и смог спустить таким образом, спас ему жизнь. Но вот это главное связующее звено между высотными носильщиками, языковое связующее звено, оно исчезло. И это привело к недопониманию между непальцами и пакистанцами, как раз в узком, в этом самом бутылочном горлышке, и это в том числе стало причиной задержки при подъеме и при спуске. Ну, скажем так, один из факторов, который повлиял на ситуацию. Вот, значит, такая интересная вещь. Поднимите руки, кто был в Гималаях или в крупных горах хотя бы. Так, ну, все-таки кто-то был. Это хорошо. Я думаю, вы прекрасно знаете проблему передачи масштаба при, допустим, фотографировании, да? То есть самая большая проблема то, что ни фотографии, ни видеозаписи не передают масштаб. Вот, сейчас у вас будет возможность понять масштаб горы. То есть базовый лагерь находится, условно говоря, примерно здесь. И восходители поднимались до так называемого плеча, вот это вот плечо, по разным маршрутам. Маршрут Чосана и маршрут Абруцци. Вот классический маршрут. Они сходятся в одной точке, и дальше восходители идут, так сказать, уже все вместе, а это было порядка 30 человек, за исключением тех профессионалов, кто понял, что может что-то произойти, и прошел узкий участок самостоятельно. Он поднялся вовремя и спустился вовремя, избежав всех пробок на горе, и тех, кто шли позднее, поняли, что наверху случился затык, и они просто повернули назад. Это говорит об очень серьезном большом профессионализме. То есть люди оценили риски и поняли, что сейчас это делать не надо, и они остались живы. Так вот, после плеча восходители приходят, вот это вот называется то самое бутылочное горлышко. Обратите внимание, что здесь есть такой нависающий выступ, как бы он под отрицательным углом. Это тот самый выступ, который в высоту не один десяток этажей. Смотрите внимательно на следующую фотографию. Вот этот выступ. Значит, и здесь все равно невозможно передать масштаб, но достаточно сказать, что вот эта точка, на которой я показываю, это человек. Вот. Значит, мы возвращаемся, да, в исходное состояние и видим вот этот выступ. Переходим сюда. Вот эта точка, это человек. Смотрите внимательно на следующую фотографию. Вот человек, и вот над ним возвышается вот эта вот огромная толща льда, от которой произвольно в любой момент может отколоться любой кусок и просто покатиться вниз. Так как у вас узкое место есть, в общем, верхняя часть, как воронка, собирает эти куски льда и направляет их строго вот как раз в то самое место, в котором нельзя оставаться в кровке. Вот. Следующий кадр не передает крутизны, да, склоны. Здесь вот видно, да, насколько крутой склон. Следующий кадр не передает крутизны. Он снят вверх, соответственно, такое ощущение, что это какая-то плоскость, да, но это вертикальная абсолютно ситуация. Вот бутылочное горлышко, по нему поднимаются альпинисты, а сверху над ними вот это все нависает, да, там с трещинами, со скрипами, с возможным обвалом в любой момент. То есть, чем быстрее вы пройдете это на спуске и на подъеме, тем живее вы останетесь. Вот. Значит, первая трагедия произошла именно здесь, когда сербский альпинист перестегивал жумар, то есть специальное устройство, которое позволяет подниматься по веревке, передвигается свободно вверх, но не дает вам упасть вниз, потому что как только идет движение вниз, срабатывает стопор. Он перестегивал свой жумар, обгоняя альпиниста, идущего впереди, и что-то пошло не так. Он поскользнулся, сорвался и полетел вниз. Вот. Пролетел он вниз около 300 с лишним метров. Когда упал, был еще живой, но когда к нему спустились те, кто оказался рядом, он уже не подавал признаков жизни. Значит, это была просто ошибка, пока только банальная ошибка, потому что пробки еще не было, она только начинала возникать. А возникать она начала потому, что, значит, ширпы, которые считались главными на восхождении, так как они обрабатывали маршрут, а пакистанцев им придали, в общем, ну, скажем так, в качестве подсобного персонала, ширпы привыкли к веристовским стандартам. То есть маршрут обрабатывается полностью, провешивается куча веревок, километры веревок, да, от... Между лагерями, вплоть до самой практически вершины, обрабатывается едва ли не каждый участок склона. Вот. Здесь идея была изначально в том, чтобы не обрабатывать, разумеется, весь маршрут, а обрабатывать только наиболее сложные участки. То есть провешивать перила в наиболее сложных участках. Так как связующее языковое звено уже лежало больное во втором лагере и готовилось к спуску с помощью повара пакистанской команды, да, объяснить это не мог никто. Ширпы стали провешивать веревки там, где провешивать было не надо, и израсходовали все веревки как раз на подходе к бутылочному горлышку. И когда выяснилось, что веревки нет, то есть они пытались выяснить, а у кого веревка, а кто ее забыл и так далее, и так далее, значит, им пришлось снимать веревки ниже по маршруту, перетаскивать наверх и провешивать. А наверху все равно веревки не хватило. Во время вот этого затыка, значит, те, кто шел снизу, они уже подошли под бутылочное горлышко, находились в самом бутылочном горлышке, и деваться было некуда, возникла пробка просто банальная. Вот. И это стало причиной задержки. Альпинисты дальше поднимались уже, выбиваясь из графика, и это привело к дальнейшему накоплению ошибок. Можно? Да, конечно. Другого пути нет? Есть другой путь, но поскольку обрабатывался именно этот участок маршрута, то, собственно, все практически по нему и шли, за исключением, сейчас здесь будет фотография, я покажу, человека, который изначально понял, что затея, в общем-то, не очень хорошая, и он поднимался, он обрабатывал вместе с шерпами и с пакистанцами маршрут, помогал, баскский альпинист, помогал в уработке маршрута, но шел самостоятельно, и он даже не прикреплялся к этим перилам, он проходил с бутылочной горлышко практически все свободным лазанием. Он был достаточно опытный, он первым поднялся на вершину К-2, поднялся вовремя, то есть не выбился из графика вот этих вот там, когда в 3 часа надо было развернуться назад, в 3 часа он уже подходил назад к бутылочному горлышку, как раз, когда основной затык уже поднялся наверх, он миновал бутылочный горлышко, успешно спустился, в это время все остальные начали только-только подниматься к вершине, она вот находится там, это вершина, вот, значит, бутылочное горлышко вот здесь внизу, они только-только из него вышли, и траверсом уходит влево, чтобы вот уйти из-под этого опасного куска, как раз цепочку людей вы видите, да, и первовосходители, как раз Акили Компаньоне и Лина Лачедели, они решили миновать этот участок, обходили его стороной, но путь, по которому они входили, был не проще, вот, он был длиннее, скажем так, менее опасный, но более длинный, и в итоге они, когда до вершины оставалось, по-моему, там пройти метров сто по вертикали, у них кончился кислород, дальше они шли, так сказать, на своих, вот, испытывали жесточайшие галлюцинации, потому что, если вы, так сказать, читали, да, я не знаю, например, там, те же дневники Букреева, он как раз очень хорошо описывает ситуацию, когда на большой высоте, если человек не приученный обходиться без кислорода, лишается кислородного баллона, то есть кислород заканчивается, он испытывает тяжелейший шок, в общем, и дальше уже непонятно, что будет, вот, но, значит, вот, это баскский альпинист Альберт Эзерайн, первый человек, который-то в то, 1 августа поднялся вовремя на вершину и спустился, минуя все пробки, выжил, прекрасно все прошел, никаких вопросов ни у него, ни к кому, ни у кого к нему не возникло, вот, значит, вот это первый погибший Дрен Мандич, сербский альпинист, который вот во время перестегивания поскользнулся, сорвался, здесь, на этой фотографии еще внизу он примеряет на себя груз пакистанского носильщика, значит, грузы распределяются следующим образом, это либо вот пластиковые бочки, в основном синего цвета, либо большие короба, которые крепятся на деревянную раму, именно вот у пакистанских носильщиков так принято, например, у непальцев нет, они носят в корзинах в основном, большие корзины, которые, значит, с налобным ремнем и Т-образными палками, на которые можно опираться и поставить груз, когда вы хотите сесть, значит, вот у пакистанцев принято крепить груз на большие деревянные рамы, так удобнее, вот он примеряет на себя как раз груз, но, значит, вот пакистанцы, они, по-моему, 25-27 килограмм, их профсоюз пакистанских носильщиков, он вот такие вот грузы по таким весам распределяет. Непальцы при желании таскают намного больше, то есть я пытался однажды поднять груз непальского носильщика, который в большую корзину складывал 3-4 рюкзака обычных, то есть стандартных рюкзака, ну, я, конечно, оторвал от земли, но я понял, что носить это я не в состоянии. Вот, то есть самый большой груз, который мне доводилось носить, это 50 килограмм, ну, в общем, можно ходить, конечно, вот, но вставать и садиться очень трудно уже, без посторонней помощи тяжеловато. Вот, здесь на этой фотографии страховой агент французских Югда Аубарет, сорвавшийся уже на спуске поздно вечером, когда, так сказать, выбившись из графика, вот это огромное количество альпинистов спускалось, он просто сорвался и просто улетел с концами. Вот, причем это была его третья или четвертая попытка восхождения на Ка-2, он успешно поднялся на Нангапарба до этого, то есть у него в активе были большие горы, вот, но, значит, про этих товарищей тоже достаточно много в книге написано, это Сисиль Скок и Рольф Бае, норвежцы, два мужа и жена, вот, значит, Рольф погиб на спуске поздно вечером 1-го числа, значит, жена его выжила, жена экстремалка очень большая, она потом пересекла Антарктиду самостоятельно, без каких-либо технических приспособлений, то есть, по-моему, даже без саней, без всего, только ногами, вот, но муж вот у нее, к сожалению, погиб. Вот, это пакистанский высотный носильщик Карим Мехербан, собственно говоря, он являлся другом одного из авторов книги, и его смерть как раз стала спусковым крючком к ее написанию. С Каримом, как и с несколькими другими восходителями, в ту ночь случилась проблема, значит, когда упали несколько сираков через бутылочное горлышко, они прошли, обрезали перила, они еще и сильно изменили местность, то есть, они вспахали склон, и несколько человек, вернувшись, так сказать, вот в ту точку, где они проходили еще днем, не смогли правильно определить местность, ушли влево, ушли как раз вот на этот огромный ледовый купол, который нависает над бутылочным горлышком, вот, и здесь до сих пор нет точного, точно неизвестно, значит, по всей видимости, Карим вышел на этот ледовый купол, сорвался с него, вот, то есть, он шел без кислорода, испытывал серьезные уже галлюцинации, и так как был ослаблен холодом, высотой и сверхтяжелыми физическими усилиями, просто вот пошел не туда. Вот так выглядит, ну, так, вид вниз примерно с третьего лагеря К-2, вот, и, ну, наверное, это того стоит, вот, если правильно соблюдать график восхождения, то тоже лагерь-3, это здесь примерно высота где-то 6-707 километров, склон К-2 вот на рассвете. И вот эта вершина К-2, она абсолютно, так сказать, не является каким-то острым пиком, то есть, там достаточно много места, и туда спокойно могут встать несколько человек, отпраздновать, так сказать, свое восхождение, и потом отправиться вниз. Это тоже вид с вершины К-2, то есть, вид с высоты примерно пассажирского лайнера 8600. По всей видимости, да, я не могу сказать, в какую сторону, так сказать, снимал человек, куда у него обращена эта самая, здесь надо серьезно копаться. Вот, один из главных героев книги, Чиринг Дорджи, на вершине К-2, бескислородное восхождение он совершал, это вот его отец как раз, 40 лет работал, и все равно не смог бы заработать, так сказать, всей суммы, чтобы потратить ее на восхождение на К-2, но к этому моменту у самого Чиринга, значит, в активе было минимум 10 восхождений на Эверест в качестве высотного носильщика, и так далее, и тому подобное. То есть, он был опытным восходителем и достаточно опытным, чтобы на спуске помочь своему коллеге по цеху, который оставил ледоруб на значительно выше по склону, так как к ледорубу привязывалась веревка, и вот эти вот несчастные обмороженные альпинисты по ней спускались очень долго. Он оставил им веревку ледоруб, спускался без нее в расчете на то, что он сможет спуститься просто по перилам, пройти бутылочное горлышко и выйти в лагерь, но перилы оказались отрезаны. И когда он добрался до конца веревки глубокой ночью и понял, что дальше спускаться некуда, и подняться он уже тоже не мог, вот он стоял на... Собственно, книга начинается именно с этого эпизода, когда человек понимает, что он не может не сдвинуться на высоте 8, там, 1300 метров ни вверх, ни вниз, ночь, у него нет ледоруба, и ему остается просто умирать. И он внезапно слышит, как кто-то спускается сверху по веревке, спускается вот этот вот чехеринг, вот, видит, в какую ситуацию попал его, ну, как бы не товарищ, они шли в разных командах, и у него не было, в общем, никакой мотивации человеку этому помогать, потому что это, ну, фактически равносильной гибели было. Вот, но тем не менее, они, он привязал его, взял в связке, они пошли дальше, вот, и сумели спуститься, несмотря на то, что прилетело по ним немного льда, и они падали. Драматичная история, она очень хорошо, так сказать, с журналистской точки зрения подана, вот, она сумела остановить падение, они из немногих, так сказать, выживших тут в тот день. были. Вот. И история продолжается, значит, на спуске, когда случился очередной ледовый обвал, на гору тогда восходили в том числе корейцы, и здесь вот видно, значит, на следующее утро их обнаружили просто висящими на склоне, многие, один из них погиб, второй был без сознания, и, значит, один из непальцев тоже, они висели запутавшись в веревке, потому что их протащило по склону, бог знает сколько метров, и они, запутавшись в веревке, провисели вот так вот всю ночь, то есть получили тяжелое обморожение, двух из них удалось спасти, к сожалению, ненадолго, когда они продолжили спуск вниз, миновав бутылочное горлышко, сошел еще один обвал ледовый, серак сверху откололся, они попали под лавину, и погибли они, их спасатели, соответственно. Это вот был, так сказать, последний заключительный аккорд уже днем 2 августа. Вот, а на этой фотографии как раз вот видны висящие тела, снимали из ближайшего лагеря, то есть кто-то увидел их на склоне и снимал. Ну, а это, соответственно, то, что остается после. Это уже мать одного из непальских носильщиков и его сын, родившийся, пока он был на горе. Сзади вы видите фирму «Калан Спорт», это спальник, который корейская команда, так сказать, выдавала этому носильщику, и это имущество перешло родственникам. Это отец Карима Мехербана, высотного носильщика погибшего друга одного из авторов книги, и его сын, и мать одного из тоже пакистанских носильщиков, погибших на горе. Ну, вот так вот эта история, к сожалению, закончилась. То есть она имела колоссальный резонанс, потому что после резонансной истории 96-го года на Эвересте, в которой погибло тоже очень много людей, в которой участвовал Анатолий Букреев, гражданин Казахстана, но русский гид. Это была вторая серьезнейшая вот такая вот авария, трагедия в горах, когда именно из-за и человеческого фактора, и погодного фактора, и ряда нестыковок вот случилась такая трагедия. Вот. Да, но если вы не альпинисты, то не упускайте возможности просто походить хотя бы среди больших гор. Вот. Как правило, очень хорошие фотографии Каракорума именно у пакистанцев, ну, потому что им сам Бог велел, да, они могут приезжать в эти горы и просто ходить, да, там, гулять. Ну, собственно говоря, не лишайте себя возможности оказаться в этих горах, но не рискуйте. Какие-то вопросы есть? Есть. Можно? Да, конечно. А каким образом Непальцы, вот, понятно, когда Непальцы ходят портерами там с гарматикой, да, они там вышли из дома, взяли корзинку и пошли, наверное, да, устроились в экспедицию портером, получают деньги и идут, зарабатывают. Как они в Пакистанта попадают? А, смотрите. Вот, по крайней мере, в 53-м году. А, здесь, на самом деле, все очень легко, потому что, значит, шерпы, да, ну, в основном шерпы известны как носильщики. Первые экспедиции к Эвересту были сделаны англичанами в 1920-х годах. Вот, и даже еще раньше, когда они исследовали окрестные горы, они проходили через Дарджелинка, где жило много шерпов, и они стали нанимать, да, получилась уже такая традиция, стали нанимать шерпов. Шерпы получали необходимый опыт, естественно, там и многие гибли на горе и так далее, но вот эта вот традиция брать именно шерпов, даже если вы отправляетесь, тогда это была еще Британская Индия, например, на Нангапарбат, первые восьмитысячники, если смотреть с запада на восток в Гималайской грязи, там тоже участвовали шерпы. Альберт Фредерик Мамери, первая жертва восьмитысячников, да, погибшая на горе там в конце 1800-х годов, он поднимался на Нангапарбат с двумя шерпами. Вот, и, понимаете, на тот момент, то есть к 50-м годах первые именно пакистанские носильщики и высотные носильщики набирались именно в 50-х годах. До этого были все только сплошь шерпы. Вот, то есть еще такой культуры как бы пакистанских носильщиков как таковых высотных не существовало. Нет, мне вот интересно, именно шерпов туда просто привозили как учащиков экспедиции, как наемных рабочих. А как наемных рабочих, да, безусловно. Почему вы так говорите, что, например, там вот какой-то там участник, он не мог себе позволить, вернее, зарабатывал там, его папа не мог, как там это звучало правильно, что он должен был потратить столько денег, сколько его папа не зарабатывал за 40 лет. За 40 лет, да, совершенно верно. За что он их должен был заплатить? На них же пермиты покупают тогда, кто экспедицию организует. Нет, смотрите, дело все в том, что отец, вот в данном случае Чехеринга, он работал простым носильщиком, он не был высотным носильщиком, он не был так называемым тигром Гималаев, то есть это вот то звание, которое присваивалось известным носильщикам-шерпам, которые из года в год работали на экспедиции. То есть было достаточно большое количество обычных непальцев, не обязательно шерпов, которых использовали не в качестве высотных носильщиков, а носильщиков, которые подносят грузы под гору. И отец Чехеринга вот этого, он был обычным носильщиком, то есть он не был каким-то, не знаю, там, тенцингом-наргеем. И традиция как раз вот нанимать пакистанцев, и то, кстати говоря, вот в этой экспедиции был спор, авторы его очень хорошо тоже показали, когда уже эвакуировали всех с горы, кто-то сам спустился, кого-то снимали там вертолетом, да, из одного из лагерей, кто поморозился. И когда пакистанцы собрали некую пресс-конференцию по итогам вот этого всего, то как раз один из восходителей, получивший обморожение, сидевший там вот забинтованным со всеми руками и ногами за столом вот в этом зале приемов, он как раз выговаривал одному из пакистанцев, что говорит, ваши носильщики-то послабее, шерпов будут. То есть еще тогда, вот уже в 2008 году, несмотря на то, что у пакистанцев весьма большой опыт и есть огромное количество пакистанских альпинистов, которые, по крайней мере, в Каракорами прекрасно ходят в горы и лазят так, что и далеко не всем европейцам снилось. Даже несмотря на это, все равно существует некое предубеждение, что шерпы круче, что шерпы лучше, чем пакистанские носильщики, те же хунзакуты, например, и так далее. Но тут вопрос. Еще есть вопросы? Да, это небольшое озеро. А вы ходили через Яфа? Нет, мне не доводилось. Нет, я был в Хунзе, я входил на Ангопарбат вокруг. И вокруг прям целиком? Не целиком. Потому что нижняя часть со стороны юга, она очень скучная. Там пятитысячниками закрывает. Со стороны Рупала скучно? Нет, не со стороны Рупала. Со стороны Рупала она как раз веселая, и очень хорошо обходить. Но когда вы спускаетесь в Диамирскую долину, и если с Диамирской долины идти уже дальше, то там вот очень скучно. Там прям вы будете идти среди пятитысячников по сыпухам и так далее. Это не очень интересно. Поэтому, так сказать, на Фейри Мэддовс стоит заехать уже с Каракурмского шоссе. Я был в Хунзе, но в Хунзе пробыл немного оба раза. Те, что доводилось побывать, туда надо целенаправленно, конечно, ехать. И, ну, минимум три недели. Потому что две недели там делать нечего. Вы ничего не успеете увидеть. От этого очень грустно. Потому что отпуска, они не резиновые, как известно. Но это того стоит. А еще есть вопросы? Соответственно, на Балтера вы тоже не ходили? Нет. В Конкорде? Нет, 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 не был. Хочу, не был. Уже два раза у меня срывалось, к сожалению. По независимым от меня, в том числе, причинам. Здесь я подобрал именно под конец. В основном это снимки, сделанные пакистанцами, пакистанскими, либо восходителями, либо просто трекерами, походниками. Я говорю, сам Бог велел, если кто-то живет на севере, там гулять можно, конечно, очень хорошо. И никаких разрешений не надо. И знаешь и места, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, в общем, возвращаясь к теме книги, авторы трагедии вот эту вот, они действительно ухитрились, так сказать, осмотреть со всех точек зрения и представить ее наиболее полно. То есть, насколько мне известно, был снят фильм, и, по-моему, даже не один по мотивам этой истории. И все эксперты, кто так или иначе эту историю освещал, они сходятся на том, что вот авторы, проведя серьезную работу, более или менее смогли свести концы с концами в тех даже эпизодах, где остается много невыясненного. То есть, какие-то эпизоды, говорю, прояснить невозможно, потому что люди погибли, которые могли бы рассказать, да, что было так, а что было по-другому или как-то еще. Вот. Так что, как говорится, прошу любить и жаловать. Собственно, недаром эта книга отхватила много премий, вроде бы переводом ее недаром удалось не сильно испортить. Редактурой тоже. Поэтому, если в дальнейшем будут выходить вот книги такого уровня, посвященные, да, несмотря на то, что трагедий много, и писать о них можно по-разному, но вот если будут книги такого уровня, их читать будет крайне интересно. Вот. Ну, соответственно, я надеюсь, что и издательство там, и как-то я буду продолжать радовать вот хорошей литературой. Если нет вопросов, я думаю, что можно потихонечку заканчивать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ